ВОЕННАЯ ДЕЛА Он подоспел к самому сроку, началу немецкого вторжения. Без него не только невозможно представить ни одно великое сражение тех лет, но и саму победу. Наш сегодняшний праздничный выпуск посвящен одной теме – лучшему танку Второй мировой. 22 июня 1941 года. Половина четвертого утра. В одно мгновение предрассветное небо озарили сполохи шести тысяч немецких орудий, обрушив на застигнутых врасплох шквал смерти и огня. Это был страшный момент в истории. Схватились две крупнейшие армии мира. Ни одна битва в истории человечества не идет в сравнении с этой. Фашистская армия действовала подобно адской безостановочной машине. Ее стальные таранные зубья, танковые клинья пробивали слой за слоем оборону наших войск с ужасающей легкостью. Вермахт катил по советской земле с невиданной быстротой – до 100 километров в день. Однако и в эти страшные дни немцы столкнулись с неожиданной для них опасностью, полное значение которой оценить тогда смогли немногие. Этой угрозой оказался новейший советский танк Т-34, о существовании которого немецкий генштаб даже не догадывался. Одним из первых это понял командующий 3-й танковой группой генерал-полковник Гудериан, прозванный за свои достижения в Европе «Быстрым Хайнцем». Поначалу его войска испытывали отдельные мелкие неприятности одного советского танка. Но уже осенью 1941-го ему, доселе непобедимому, нанесли чувствительное поражение. Впервые в резкой форме появилось превосходство новых русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить. Вот так описывал Гудериан причины своей неудачи под Тулой. Его армию атаковали новые русские танки Т-34. И продвижение на город застопорилось. Так что же такое Т-34? Советское танкостроение начала 30-х опиралось во многом на взгляды английской школы, выдвинутые по окончании Первой мировой войны. Из принятых на вооружение РКК новых танков особенно выделялся быстроходный колесно-гусеничный танк БТ, любимец наших танкистов. Этот танк был развитием колесно-гусеничной машины американского изобретателя Кристи, которой была куплена СССР. Ходовая часть танка была прототипом ходовой легендарной 34-ки. В 1936 главный конструктор завода «Большевик» Сергей Гинзбург подал на имя Михаила Тухачевского докладную записку, а заглавленную «Требование к танкам в условиях современной войны». В тексте говорилось «Танки, стоящие в настоящее время на вооружении Красной Армии, не отвечают современным требованиям. Быстрое развитие противотанковой артиллерии делает их бронирование бесполезным». Однако ход записки дан не был, а сам Гинзбург отстранен от работ. Но тут подоспели испанские события. Первые итоги гражданской войны в этой стране, куда СССР поставлял танки для республиканской армии, не радовали. Танки горели. Противотанковые орудия, бывшие на вооружении войск франкистов, легко пробивали броню наших Т-26 и БТ. Автор записки был прав. В апреле 1937 года сверху дается указание о постройке танка с наклонной броней для лучшей защиты от бронебойных снарядов. Эти работы выполнила группа изобретателя Николая Цыганова, изготовив танк БТСВ «Черепаха». А осенью того же года вышло распоряжение нового начальника бронетанкового управления Дмитрия Павлова о проектировании маневренного танка. Для выполнения работы на Харьковском заводе было образовано опытно-конструкторское бюро. Начальником ОКБ стал Адольф Яковлевич Дик. Имя этого инженера, арестованного в начале 1938 года по обвинению в антисоветской деятельности, исчезло из истории Т-34 так, что даже его фотография была изъята из личного дела. Но сегодня достоверно известно, что проект танка А-20 базировался на разработках Адольфа Дика, сделанных летом 1937 года. Вскоре после ареста Дика ОКБ было расформировано, а работы по проекту возглавил Михаил Ильич Кошкин. Между тем дискуссии высшего командования РКК на тему «Каким быть новому танку?» продолжались. Мнения на эту тему разделились. Ряд специалистов, в том числе и начальник бронетанкового управления Павлов, считали, что новый танк должен быть только гусеничным, так как применение колесного хода не давало никаких реальных преимуществ в бою и только усложняло постройку и эксплуатацию танка. Оппоненты возражали, что колесный ход сможет сберечь как ходовую часть танков, так и сохранность дорог, по которым предстоит двигаться. В конце концов, при поддержке наркома Ворошилова, вопреки нынешнему ярлыку «Конника» и «Ретрограда», предпочтение было отдано гусеницам. По настоянию Павлова предписали вооружить новый танк 76-миллиметровой длинноствольной пушкой и увеличить толщину брони не менее чем до 40 миллиметров. На свет появилась совершенно новая боевая машина под заводским индексом А-34. 16 января 1940-го он был предъявлен для проведения испытаний. В первых числах февраля был готов и второй опытный образец. 5 марта 1940-го года два танка в сопровождении тягачей «Ворошиловец» отбыли в Москву и 17 марта участвовали в показе новых образцов боевой техники на Ивановской площади Кремля. 31 марта 1940-го года новую машину было решено запустить в Сирию под индексом Т-34. В июне первые 34-ки вышли из ворот завода. Но в войсках машины стали получать лишь в октябре, за 8 месяцев до начала Великой Отечественной. Михаил Кошкин не дожил до этого дня. 27 сентября он скончался от пневмонии, который заболел в дни пробега Харьков-Москва-Харьков. Главным конструктором Т-34 стал его заместитель Александр Морозов. До сих пор идут споры на тему, кто же все-таки создал Т-34. Чей вклад был максимальным. Т-34 создавали десятки, а доводили до окончательного вида сотни и даже тысячи людей. Лишь пятеро создателей были выдвинуты на соискание сталинской премии. Утвердили троих. Михаила Ильича Кошкина, бывшего главного конструктора танка Т-34 посмертно. Александра Александровича Морозова, бывшего заместителя главного конструктора по проектированию сменившего Кошкина. Николая Александровича Кучеренко, заместителя главного конструктора Т-34 по производству. Всего до 1 июля 1941 года Харьковским заводом было выпущено 1225 Т-34, из которых заказчик принял около 1180 штук. Но это не означает, что именно такое число новых танков встретили немецкие войска на границе. Перед войной новый танк был строго засекречен. Поэтому многие танкисты видели Т-34 лишь в учебных центрах, да и то под Брезентом. Все это очень мешало переучиванию механиков-водителей на Т-34, освоению их другими членами экипажей. Около тысячи с лишним машин было уже 34-к начало войны, но они были по различным частям, как учебные, готовили кадры для будущего насыщения Т-34. Но здесь застала война. Я оказался на БТ-7, который тоже прекрасно знал, потому что мы учились по ним. И с БТ-7 первый танк немецкий подбил на четвертый день войны между Барановичами и Минском. Танки бросались в бой без точных данных разведки. Их не применяли массировано, а порой вообще без поддержки пехоты. Кроме того, остро не хватало бронебойных снарядов. В первых боях отмечались недостатки и у самого танка. Стрелки-радисты на первых 34-ках получили обидное прозвище пассажиров. И правда, работы по специальности у них было немного. Радиостанции в начале войны были редкостью, а из пулемета толком прицелиться было невозможно. Вот и приходилось стрелкам-радистам работать в основном помощниками механиков-водителей. Дело в том, что передачи в четырехскоростной коробке ранних Т-34 включались с великим трудом. И лучше было это делать вдвоем. На западном направлении особо тяжелое положение сложилось в районе Орла. И тут впервые немцы столкнулись с новой тактикой русских. Четвертая танковая бригада полковника Катукова, имевшая всего 49 танков, Из них лишь 20 Т-34 встретила немецкие танковые колонны огнем из засад. Попытки преследовать советские машины оказывались тщетными. Немецкие танки, столь быстрые и маневренные на твердой почве, не могли развить свои скоростные качества на раскисшей земле. Т-34 славился своей проходимостью. Принято считать, что из-за широких гусениц. Но сама по себе ширина гусеницы мало что значит. Форма грунтозацепов и самих так называемых вафельных траков на танках, производимых 41-го года, была очень удачной. На таких гусеницах 34-ки Катукова буквально терроризировали танки Гудериана в снегах Подмосковья. К тому же, более высокий крутящий момент дизельных двигателей, по сравнению с бензиновыми на немецких танках, обеспечивал хорошую проходимость по грязи и снегу. Именно здесь прославились советские танковые асы Дмитрий Лавриненко и Иван Любушкин, подбившие, соответственно, 19 и 9 немецких боевых машин. Об этих боях оставил воспоминания и немецкий младший офицер-танкист. Когда у противника танк лучше, это страшно. Русские танки такие быстрые, на близком расстоянии они успевают взмахнуть на холм или проскочить болото раньше, чем ты успеваешь развернуть башню. Когда они попадают в наши танки, раздается затяжной взрыв, а затем ревущий гул вспыхнувшего бензина. Гул, слава богу, такой громкий, что мы не слышим вопли экипажа. На фронте моментально выявилось важное преимущество Т-34 – простота его ремонта. В полевых условиях наши небольшие ремонтные подразделения, технические, там и роты, и батальоны, ремонтировали танки настолько быстро, все это снималось легко, все настолько было продумано, настолько продумано, ну, кроме, конечно, когда мотор нужно было заменять, его подавали, так у себя, или из других танков. Он самый был ремонтно пригодный танк из всех танков, которые я только знал, в том числе и среди и немецких, и английских, и американских, на которых мне тоже приходилось воевать. Машины первых военных лет доставляли массу неудобств механикам-водителям. Недостатками ранних Т-34 были весьма ограниченный обзор для экипажа и плохая связь. В успехе первого выстрела нужно было любой ценой попасть первым, потому что ты же ожидаешь одновременно ответный, и кто кого упредить, это была забота. Вот здесь роль механика-водителя необыкновенная. Вот почему часто они открывали люки. Видеть, и обзор сразу увеличивался. Трифлекс ограничивал этот обзор, он видел мало, поэтому он открывал. Почему? Потому что сам командир тоже наблюдал или через прицел, или через трифлексы. А это узенькая полосочка, и теряешь обзор всего поля. А механик видел в этом случае, даже если не полностью, приоткрывал. Он имел такую возможность. Он видел поле боя лучше всех из членов экипажа и часто корректировал огонь. В то время, когда под Москвой решалась судьба СССР, на Урале разворачивалась эвакуированная из-под удара немецких войск советская промышленность. Харьковский завод, производивший Т-34 до войны, был перевезен в Нижний Тагилу, где разместился на территории вагоностроительного завода. Первые танки он дал в декабре. А до того, производством танков Т-34 занимался только лишь Сталинградский тракторный завод. И шло спешное освоение их выпуска в городе Горьком. Танки выпуска этих заводов сильно отличались от машин мирного времени. Конструкторы и технологи под руководством Александра Морозова упростили конструкцию Т-34 без снижения его боевых качеств. Были убраны детали и узлы из цветных металлов. Трудоемкая металлообработка заменена дешевым литьем. Был пущен конвейер. Освоена полуавтоматическая сварка бронекорпусов сварочными автоматами Патона. Цена танка снизилась с 360 тысяч рублей в конце 40-го до 190 тысяч рублей в конце 1941 года. Сборка танка стала делом, доступным не только высококлассным рабочим, но и пожилым людям, женщинам и детям. После окончания битвы за Москву немцы поняли. Необходимо срочно модернизировать имеющиеся танки и срочно создавать новые боевые машины. Фирма Daimler-Benz разработала танк, удивительно похожий на Т-34. Он напоминал советский танк не только формой корпуса, но и компоновкой и даже наличием дизельного двигателя. Принято считать, что немецкие конструкторы просто не смогли сделать дизельный двигатель для этой машины. Но это не так. Развитая германская промышленность создала образцы подобных двигателей и для танков, и для самолетов. Причина не в этом. Третий Рейх постоянно испытывал дефицит нефтепродуктов. Немецкие танки ходили на синтетическом бензине, а дорогое дизельное топливо и мазут шли в первую очередь на нужды Крикс-Марина. Опыт боев не пропал даром для конструкторов, и в наступившем 1943-м 34-ка радикально улучшилась. Это был уже другой танк. На нем появилась командирская башенка, и командир танка уже мог обозревать окрестности через смотровые щели. Большая часть машин стала комплектоваться радиостанциями. У стрелка-радиста исчезло обидное прозвище «пассажир». Вскоре улучшилось и качество советской танковой брони. В общем, 34-ка уже мало походила на ту машину, которую знали немцы в 1941-м. Для меня самым оптимальным танком был Т-34, постоянно модифицировавшийся с точки зрения пушечного вооружения. Он был эффективен и на хорошей дистанции мог причинить много неприятностей танкам противника. И он появлялся в несчетном количестве. Все время прибывали новые танки. Их все невозможно было поразить. Чтобы восполнить потери, гитлеровцы активно использовали трофейные танки, в том числе и Т-34. Захваченные советские машины дополнялись крестами на башне, но все равно случалось, что немецкие артиллеристы обстреливали трофейные Т-34. Как правило, их старались использовать в танковых и моторизованных дивизиях СС. В ходе войны немцы взяли на вооружение не менее 300 танков Т-34. На войне все стареет быстро. Не успели еще наши танкисты порадоваться новой машине, как на поле боя они встретили немецкие танки Тигр и Пантера, лобовая броня которых была слишком толстой для нашей 76-миллиметровой танковой пушки. На возникшую угрозу необходимо было реагировать как можно быстрее. К началу 1944 года на хорошо освоенный корпус Т-34 поставили новую башню с пушкой 85-миллиметров. Длинноствольная пушка стала, по выражению самих танкистов, длинной рукой Т-34-85. Теперь можно было эффективно бороться даже с Тиграми. Но, пожалуй, еще важнее было то, что у осколочного выстрела новой пушки поражающее действие было почти в два раза выше, чем у пушки калибром 76 миллиметров. В конце войны, в наступлении, борьба с вражеской пехотой и полевыми укреплениями стали главными задачами танкистов. В наступлении танкистам приходится вести огонь не только по танкам, но и по пехоте. И здесь очень важно осколочное действие снаряда. Да и гусеницы танка в бою тоже страшное оружие. Когда мы попадали в противопехотную оборону, то там страшно было смотреть, когда мы давили гусеницами огневые точки. И когда возвращались, то у нас даже в гусеницах, это зимой было дело, мне вот запомнилось, в гусеницах оставались части человеческого тела немецкого, части от полушубков. Первые Т-34-85 поступили в Красную Армию в составе танковой колонны Дмитрия Донской. Эта колонна была построена на средства, собранные верующими СССР, в том числе и с оккупированных территорий, которые хотели обратить их на постройку самого сильного танкового подразделения. Т-34 обрел тот самый вид, что знают во всем мире и сегодня. Т-34-85 прежде всего можно узнать по новой большой башне. Она стала трехместной. Командир, наводчик и заряжающий. Командир смог наконец-то сосредоточиться на своих прямых обязанностях. Башенка с призматическими приборами позволяла эффективно наблюдать за полем боя. Эффект от модернизации был многократно усилен и новой методикой подготовки танкистов. По личному распоряжению Сталина было запрещено экономить на учебных стрельбах и вождении. Увеличилось время практических занятий. Именно Т-34-85 заслужил репутацию предельно надежного, простого и подвижного танка. Новая пятискоростная коробка передач позволяла теперь механику водителю не прибегать к помощи пассажира при переключении скоростей. Ресурс двигателя возрос в среднем в полтора раза. Вместо зеркальных перископов повсеместно пошли призматические. Но неуязвимых танков не бывает. И на новой машине воевать было по-прежнему и трудно, и опасно. И у нас был такой неписанный закон. Если попал снаряд в наш танк, первое, что нужно сделать, это выскочить из танка. Всем, всему экипажу. Мы выскакивали из танка, потом смотрели, что с ним делается. Иногда он начинал дымиться, иногда начинал гореть. Если этого не происходило, мы возвращались в танк и продолжали на нем воевать. У немцев тоже ведь было такое правило. Если мы попали в их танк, они быстренько выскакивали. И вот тут должны не теряться пулеметчики. Количество выпущенных к лету 1943 Т-34 перекрыло количество всех других боевых машин. Лавины советских танков буквально обрушивались на противника. По сравнению с 1941 и 1942, ситуация изменилась зеркально. Если темпы продвижения танковых войск Германии в 1941 достигали 100 км в день, то гвардейцы Катукова в ходе Висло-Одерской операции на танках Т-34 перекрыли эти показатели. Т-34 стал подлинным символом танка Победы. В первых рядах он входил в освобождаемые города. И именно танкисты чаще всего получали огромные букеты цветов, которыми местные жители встречали своих освободителей. Идеальный танк – это прежде всего идеальный компромисс. Т-34 – детище тысяч людей, сумевших найти золотую середину между массой и броневой защитой, вооружением и подвижностью танка, ценой его производства, простотой освоения, обслуживания и ремонта. Всего за годы войны было произведено более 50 тысяч тридцать четверок. Были танки мощнее, быстрее и комфортабельнее. Но не было танка более надежного, массового и эффективного. Танка, более подходящего для той войны. Т-34 по праву можно считать лучшим танком Второй мировой, символом нашей Победы. История Т-34 – это история всей Великой Отечественной войны. Дороги Смоленщины и заснеженные поля Подмосковья. Руины Сталинграда и изрытые воронками Курские степи. Средневековые города Западной Европы и сопки Маньчжурии. Этот танк был везде. Т-34. Танк-шедевр. Танк-солдат. Танк-победитель. Мы поздравляем всех с Великим Праздником. С Днем Победы. Военное дело ненадолго прощается с вами. Мир вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...